Я уже не помню, о чем я думал, но когда я увидел эти аксессуары, то я подумал, они выглядят хорошо. Думаю, стоит добавить их в свой гардероб. Я купил всего понемногу, и это был полный провал. О чем это я? Сейчас узнаете. Есть такие аксессуары, которые просто отравляют жизнь. Как бы я ни пытался, они просто не могут нормально вписаться в мой гардероб. О чем я говорю? Браслеты. Я делал рекламу для Зората. Хорошие браслеты, но в чем функциональность и значение? Этого просто нет. Другие люди посылали мне интересные модели. Я его никогда не надевал. Я сижу в интернете и вижу. Вау, функциональная вещь. Это браслеты выглядят хорошо. Трет от Лазермен. Это браслет, который включает в себя 20 с чем-то инструментов. Я сразу захотел себе такой. Я купил целых три браслета. Я хотел попробовать разные стили. Эта вещь должна быть очень крутая. Когда я их получил, то понял не только то, что он огромный, но и... А в чем прикол? Если вы никогда не видели раньше, то это довольно интересный концепт. Уверен, что некоторым ребятам он очень понравится. Но я не один из них. Я думал, что мне нужен браслет, который будет функциональным. Чтобы у него была причина, по которой я его надеваю. Мне казалось, что у этого есть все эти штуки. Если не видели, у него есть вот эти инструменты. Описание я оставлю под видео. Их даже можно комбинировать. Это мне понравилось. Комбинировать их с часами. Вот это круто. Но есть одна проблемка. Уязвимое местечко. Когда я смотрю на все эти инструменты, то я понимаю, что в повседневной жизни я не пользуюсь этими инструментами. Единственный инструмент, который меня поразил, это резак. Пожалуй, только это маленькое лезвие меня впечатлило. Чему я научился из этого провального опыта? Я отказываюсь от браслетов? Мой ответ? Это нет. Потому что я люблю часы. Мне нравится их носить. И я понял, что это тот же браслет. Только с циферблатом. Я все равно буду пробовать применять другие браслеты, которые будут попадаться мне на глаза. Если вернуться к функциональности, то я пришел к этому ключу от Гарвар. Он в себя включает все, что мне надо. И стоит он как частица этого огромного браслета. Я не обижаюсь на Лезермен, но это то, чему ты учишься. То, что вещи вам могут не подойти. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на условия возврата. Я отправлю эти браслеты обратно. Поэтому не бойтесь пробовать. Не ставьте крест на аксессуарах, если они не подошли с первого раза или со второго раза. Если вы хотите попробовать внедрить в свой гардероб шляпы, смелее, пробуйте. Веселитесь и найдите то, что по-настоящему резонирует с вами. Может у кого-то из вас, друзья, есть советы по тому, как носить браслеты? У вас есть ваши любимые браслеты? Я знаю, есть резинки и то, что некоторые из вас носят такие. Разноцветные резинки с разными смыслами. Это был такой тренд. Этот ролик с Эксплорер напоминает мне о том, что я и моя семья любим открывать для себя мир. Это маленькая фишка, но каждый день она мне напоминает об этом. И да, у нас уже запланировано путешествие в скором времени. Друзья, хочу услышать от вас в комментарии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы новенький на нашем канале, то подписывайтесь. Я очень ценю вас, друзья, и то, что мы тут создаем наше сообщество. Я сделал немного нестандартное видео. Просто хотел поделиться с вами своим неудачным опытом в стиле. Люди думают, что Антонио может носить любые вещи. Он стильный, но у меня случаются провалы, как и у всех. Поэтому, если вы покупаете новые вещи, то убедитесь, что у магазина работает возврат. Берегите себя и до встречи в новом видео.